Эти игры, они ближе к народу, да, после интернешнала, конечно же, не так зрелищно это смотреть, но тем не менее, все уже, наверное, соскучились по соревновательной дотке, хотя перерыв был, в принципе, небольшой, сейчас все с замиранием сердца следят за решафлами, которые у нас сейчас проходят, и, в принципе, я думаю, все волнуются за какого-то там, со своего игрока, за свою команду, например, тот же Факер переживает, останется ли состав Альянс прежним, я, например, интересуюсь, куда же пойдет Миракл, ну, на самом деле, про Миракл, наверное, всем, интересно, кстати, Миракл недавно себе Инстаграм сделал, поэтому можете посмотреть его новые фоточки, ну, в принципе, мне, например, достаточно нравится, когда игроки, скажем так, ближе к народу, но есть такие игроки, например, которые, скажем так, достаточно закрыты. Ну, и все же поговорим о командах, о пиках, о банах, да, ребят, это формат B1, то есть только одна последняя, в принципе, карта на сегодня нас ждет, и в банах у нас Дроу Рейнджер, Войт, Баунти Хантер, Джаггернал против Батрайдла, это Титана, Хускара и Дарксира. Что можно сказать, недавно вышедший патч, в принципе, мне очень понравился, неплохая попытка ввести непикабельных героев и, наоборот, какие-то имп немного понюфрить, хотя, как вы сами знаете, сейчас Дота наиболее, скажем так, в принципе, все герои пикабельны, практически все, буквально пару героев не было пикнуто на The International, что говорит нам о том, что Дота разнообразна, интересно, что для всех героев подходит мета, в принципе, эта мета и для Пуша подходит, и для Кэри, и для Лейт Стадии гейма, и для, в принципе, замесов и так далее. Не знаю, мне, допустим, она очень нравится, но, тем не менее, понерфили таких героев, как Тимбер, немного там пассивочку им подрезали, однако, мне кажется, вот как раз такие нерфы, они, в принципе, и нужны. Они не сильно убивают героя, потому что, допустим, я помню, там был какой-то там нерф еще очень давно, Морфак, а после этого нерфа там Морфа вообще перестали пикать, ну и так далее. То есть, когда не сильно, а хотя бы немножко его резать, чтобы посмотреть, останется ли он в пиках и так далее. Вот, допустим, у Мираны с Аганима убрали вторую звезду, я думаю, что это очень хороший нерф такой как раз, потому что, в принципе, так она была слишком жесткая, сейчас вот чуть-чуть поднерфили, и уже, кажется, ну, может, не всегда зайдет. Аганим также будут покупать, я просто уверена, но, тем не менее, это какая-то, хотя бы чуть-чуть ближе к балансу. Тимбер тот же, вот, немного пассивку поднерфили, однако, тем не менее, мы видим, его все равно берут на первый пик для себя команда на Лайферс. Ну, и давайте обсудим пики. Тимбер, Шадоу, Демон и Кунка просто точно такой же пик сегодня был у команды Пау Рейнджерс, которые проиграли просто в салат своим оппонентам в команде Фантастик Файв. Тимбер там шел у нас с Вимит, Шадоу, Демон и Кунка были парой саппортов, однако, нет, здесь взяли себе Луну вместо, Дроу Рейнджер. Ну, Дроу Рейнджер в любом случае в бане, здесь подровку, в принципе, сейчас очень популярный герой, я думаю, вы все со мной согласитесь. По последнему пику осталось для команды, последний бан сейчас вот от команды Нолайферс, интересно, как поставят Лайны, вообще сейчас очень, ну, я так понимаю, очень велика вероятность о том, что здесь, допустим, сделают, что Тимбер также пойдет в мид против Мираны, как это было в предыдущей карте, когда играли у нас команда Пау Рейнджерс против команды Фантастик Файв. Фух, мне показалось, что я забыла включить звук. Неловкий момент, наверное, это не стоило озвучить, ну, да ладно, вернемся к игре. Ну, и последний, давайте. Клапу можно забанить для команды, посмотрела, на самом деле, чем играют команды Елав, здесь пока, в принципе, еще и патч взяли, патч новый, поэтому тут, хотя, если честно, мета он не особо, изменил, вот как раз только что мы с вами обсуждали, но, тем не менее, вот какие-то такие нерфы, на мой взгляд, просто отличные вышли, как вы уже успели поруинить своим тиммейтом каточки на Питлорде. На самом деле, мне кажется, героя очень скоро пофиксят, пока он слишком имбалансный, ну, и как любой новый герой, который выходит, всегда его, вначале выходит он суперсильным, потом чуть фиксит, фиксит, ну, и так далее. Луна в качестве керри, мне этот керри очень сильно нравится, особенно вот эта связка Шадоу Демон плюс Луна, я думаю, что все ее отлично знают, отправляем иллюзии над того рая, падает здание очень быстро. Да и, в принципе, вообще герой, на самом деле, достаточно хороший, в плане того, что и ультимейт отличный, и фармит достаточно быстро, и эншентов можно ему стакать, ну, вариантов, на самом деле, масса. Тайт Хантер, Тайт Хантер здесь определенно пойдет в харду, Шадоу Демон Кунг, как мы предполагали, ромящая связка с абортов, ну, как уж ромящая, там уже по игре, иногда, в принципе, нет возможности, морф, ну, просто отлично. Мне этот керри также очень нравится, не знаю, раньше, правда, он был, конечно, пожестче, но, тем не менее, сейчас потихоньку возвращается в игру, даже уже не потихоньку, достаточно часто его, в принципе, мы видим, и Кскалибур будет играть у нас на этом герое. Так, сейчас проверим. Так, вроде все нормально, ребят, если вам не сложно дать футбэк, как слышно, потому что я только вот сегодня после отпуска мы перешли, там всякие нерфы надо было сделать с микрофоном, вроде бы с Рустамом мы все настроили. К сожалению, Рустам не сможет прокомментировать со мной вторую карту, поэтому на данный момент мне придется комментировать соло, но ничего, я уж справлюсь, главное. Так, ладно. Итак, команда Нелайферс против команды Елаб, еще раз повторяю, бо, один формат. В смоках находится команда Елаб, ну что же. Забавный часик, удачи мне, русские. Эх, понятно. Ну и сейчас, в принципе, Тайхантер, как мы с вами и планировали, отправился, конечно же, в хард-линию. Видим, что есть у него сентри, есть у него простой опс-вард. Ну и, кстати, есть ли у саппортов сентри команды Елаб нету, поэтому пард сможет поставить достаточно спокойно. В начале акс с аренталоном, но здесь уже по стандарту этому герою все, в принципе, аренталон покупают. Да и любому леснику покупают аренталон, слишком он хорош. Мне удивилось, что его никак не пофиксили. На самом деле, честно говоря, я была практически уверена, что что-нибудь с этим айтемом сделают. Однако нет. Ничего не изменилось. Ну и, как и в прошлой игре, Мирана, на которой будет отыгрывать Блэк, в миде у нас будет стоять против Клои на Тимбере. Сейчас выйдет Кунка, будет попытаться помочь своему мидеру. Ну, вообще, так и, в принципе, является Тимбер, немного сильнее Патмы. Мы в прошлой карте, в принципе, в этом убедились. Ну, по крайней мере, у Патмы немножко, ну, не то что сложнее ей стоять. Ну, она, в принципе, Тимберу, если там уж никаких слишком шальных стрел не будет, она Тимберу ничего с его пассивкой сделать не может, так пробить сложно. Патма вначале супер большим уроном не обладает, здесь, тем более, нет никакого, ну, висп. То есть, Патмени помогает, он у нас стоит в изилайне, и атака на Тайтхантера. Несмотря на свою плотность, Тайтхантер отъезжает, и Ферстблат забирает команду Елап, и достается Ферстблат у нас виспу. Ничего страшного, ничего страшного, что в этот раз, может, не забрал, главное, что убили. Как я люблю говорить, я люблю играть на саппортов, по-моему, саппортом тоже нужно немножко золота вначале. Там чем быстрее появится какой-то сапог. Ох, смотрите, кунка сейчас, кстати, по аксу может так даже не очень неплохо настучать, если сейчас попадет торрентом. Возможно ли? Он качает крест, отлично, подсаживает на крест, торрент, и соло-фраг для кунки. И счет у нас становится 1-1. Вовремя так подошел, в принципе, Тайтхантера, вау, какая у нас активная получилась игра. Тайтхантер второй раз возвращается на свою линию и сразу же отъезжает. Вот, несмотря на то, что он считается героем достаточно плотным, здесь хватает урона. Но, честно говоря, это не такая сильная трепла, которая его прям должна убивать вот два раза до второй минуты. Итак, стрела мимо, однако кунка забирает инвесции и спокойно отсюда уходит. По крипстату давайте посмотрим. Тимбер 11 крипов, Мирана 5. Ну, вы не забывайте, что вначале выходил кунка, и как бы Миране немножко по голове настучал. Поэтому, разумеется, сейчас у нее небольшие проблемы по крипстату будут, как я уже говорила вначале. Чуть она слабее тимбера на лайне. Так, Оракул. Оракул просто отдался нейтралам. Ну, такой неловкий момент, на самом деле. В плане... Тоже мне казалось, этот момент должны будут подфиксить. Например, взять... Отнимать больше золота за такие смерти от нейтралов. Однако, так же оставили. Ну, вы, может, посчитали достаточно балансным в плане того, что это может делать и одна, и вторая команда. Поэтому, ну, решили не фиксить этот момент. Ну, и вообще, можно отметить, что Акс в это время... Погиб он, конечно, тоже один раз. Неприятно. Но, тем не менее, у него четвертый левел имеется. Тайд Хантер у нас третий. Уже два раза умер. Морф взял один фраг. Поэтому, Морфа сейчас чуть даже получше, чем у Луны будет. Луна. Четвертый левел. Ну, здесь, я думаю, что так же по-стандартному через Морф. Ага, в это время, что тут вот эти моменты, когда отдаются нейтралам. И ты смотришь, господи, что же я пропустил. На самом деле, ты ничего не пропустил. Просто... Просто небольшой фит нейтралам. Нет, вообще, конечно, получается, это определенно логично. Ты гораздо больше времени экономишь и так далее. Но, тем не менее, не знаю, как вот вы к такому относитесь. Не знаю, может, профессиональные доти стоило бы убрать в таких официальных матчах. Так, Тайд Хантер забирает у нас баунти. Отлично. Что-то где он прячет виспану, видит спокойно, тереется на Ораклой и отходит. Опять нейтральным крипам, ребята. Я не пропускаю фраги, это все отдача нейтральным крипам. Кстати, игра у нас как-то устаканилась. Больше никто не погибает, только от нейтралов. Номер она. 19 крипов. Хотя бы чуть-чуть ей дали сейчас жизни. Он забирает дабл дэмэдж. Так, кто у нас тут, кажется? Акс. Сейчас луна с дабл дэмэджем придет и покажет так все, что не стоило выходить из леса. Она, возможно, его даже, ну, даже, более того, скажу, практически 100% убивает, да? Все сделал правильно. У нас тут пабер и, в принципе, изи фраг. Ну, тут, конечно, очень луне повезло с тем, что она нашла именно дабл дэмэдж. Ну, и соло в праг, в принципе, очень даже неплохо. Ну, получается, тут все очень честно. Два раза погиб у нас Акс, ну, третья смерть от нейтралов. И два раза погиб у нас Тайтхантер. Ну, Тайтхантер пошел стаки фармить. Далее. Что у нас у Мирана? 20 на 2 кс, 31 на 10 у Тимбера. Ну, пятая минута, вот как раз время сравнивать крипсаты. И все-таки, вот, да, примерно 10 крипов от нича уже достаточно неплохо здесь стаки делают. Ну, плохо, что вот стакают. Вот, очень много денег отсюда можно поднять. Вообще, если вы любите смотреть всякие интересные видео и так далее, я думаю, что вы уже знаете, но почему бы еще раз не напомнить, то, что Шэдоу Демон очень быстро вообще фармит, в принципе, лес. Об этом, я думаю, что вам известно, если вы любите, как я, смотреть видео на леса, всякие фишечки, хочу знать и так далее. Да что вы, издеваетесь надо мной. Нейтралы в этой игре сделали фрагов уже больше, чем герои, кстати. Такая небольшая статистика. Три смерти, так, три смерти. Нейтралов. И пока все фармят, не хотят драться, никаких активных действий нет. На самом деле, самые активные действия начнутся, как только у Акса появится Блинк Даггер, у Виспа появится Релокейт, Патман левел немножко больше поднимет. Ну и здесь также там, не знаю, смогут... Вообще, кстати, мне кажется, что он Лайферс даже пораньше могут начинать. У них очень хорошие ультимейты в этом плане. У Тейт Хантера тот же Реведж, у Луны Эклипс. В принципе, они могут с ними неплохо так подраться. Замес 5 на 5, благодаря своим ультимейтам, он Лайферс должны выигрывать. Ну, а у команды Елаб больше на, не знаю, на сплит, на то, чтобы раскайтить, потому что они, в принципе, там могут байтануть, с Релокейта улететь, прилететь, ну и так далее. Кунка 4 левел. В общем, можно посмотреть, что по графикам 1000 на Лайферс уже ведут. По опыту, на самом деле, это немного, но мы увидим, что кто, скажем так, получает левел быстрее. Что по золоту, опять, небольшое преимущество пока у команды на Лайферс. Итак, Висп не долетел, и, соответственно, из-за этого его наказали. Фраг достается у нас Тимберу. Стрела, отличная стрела попадает у нас в кунку, но, конечно, продолжение здесь никакого не последует. Далее 5 левел Тейт Хантера. Ну, не знаю, с появлением 6-го, возможно ли какие-то активные действия. Пока. Все. О, смотрите, ну сейчас Оракул будет погибать, это определенно отлично. Обошел Шадоу Демон, и здесь, конечно же, без вариантов. Еще один фраг для команды на Лайферс. Они уже начинают со своими левелами потихонечку давить, скажем так. Очень медленно пока, на самом деле. Да и, в принципе, 8-ая минута. На 3-4 левелах особо не подавишь. 8-ой левел у Луны. 2-0-0 статистика. 1300 голды. Забирают... Нет, с силом света забирают у нас Тавар. Первый Тавар, который падает у нас на этой карте. Виспа очень маленький левел. Ему надо определенно, чтобы кто-то дал... Ну, кто же даст для Виспу спокойно линию постоять. Сейчас Висп, кстати, может из-за своей наглости поставил вард поплатиться. Телепорта у него нет, ну, точнее, он у него есть. Он в колдауне. Пытается отдаться нейтралам. И у него это получается. Потому что здесь были стаки. И, в принципе, там очень много по этому Виспу дэмеджа вписалось. А в это время отличный фраг сделали у нас. Сделал у нас... Подождите, кто у нас сделал? Оракл. Добил Луну. Ну, неплохо, потому что Луна у нас была... На данный момент у него самый высокий КС был. И, в принципе, у него еще 2-1. И левел. Ну, и дейкерри всегда убить приятно. Ну, там сейчас левела много взяли с этой Луной. С темой левел. У Аккса, на самом деле, все не очень хорошо. Ну, вот такие начальные артефакты есть. Пока непонятно, что он будет себе покупать. И в это время на топе забирают у нас Тайтхантера. Так, далее. Есть репликейт. Прилетает Луна. Пошел Трипс. Ну, и разметчик такой. Забрали Виспа, на самом деле. Висп 4-й левел. Это уже у него 3-я смерть. Виспа, конечно, все не очень хорошо. Но, тем не менее, 9-я минута. Ему будут взять где-то тот самый 6-й. Вот Оракл сделал фраг, о котором мы говорили на Луне 6-й левел. И получил. А Висп пока только несколько раз достаточно. Ну, все же, это герой, у которого совсем нет армора. Ему где-то сзади стоять. А так получается, что он всегда... Ох, хорошая стрела. Хорошая стрела. И отличный фраг. Зарубили у нас Мирана вместе с Аксом Луну. Они уже понимали, что Луна несколько раз ходила за Руной. Постоянно ее чекала. Сейчас они пришли туда вдвоем. Луна получила стрелу. И на этом, в принципе, вторая смерть для Луны. Уже можно включить график, нетворсы. Так, ладно. Пятого лового пункта Эйч. Шестого лового Шадл Демон. Оракл. Так, все неплохо, на самом деле. Морф. Вот Морф, кстати, еще ни разу не умирал. Пока все даже очень неплохо. И 5-5 счет. Града достаточно равная. Из этого раны пойдут у нас команда Елап. Но, на самом деле, есть Аквила. Акс пошел разбираться с крипами. И, если так, не собираются даже дефить на Лайфер здесь свой Тауэр. Хотя, на самом деле, мне кажется, уже и могли. Однако, в это время решил Тайдхантер просто подфармить Эншитов. Чтобы никто не помешал. Решили они разменять этот Тауэр на спокойный фарм Эншитов. Однако, он их еще не заформил. И, на самом деле, фармить здесь еще достаточно много. Можно было бы даже под Муллайт Шадоу пройтись. Потому что есть уже Акс. Акс, кстати, приобретает себе, заметьте, не Вангвард. А именно, быстрый Блинк Даггер. Но, относительно быстрый. Все-таки, уже 3 смерти. И, так. Аровакл пытается делать у нас Телепорт. Ну, на самом деле, Телепорт здесь делать никак не получится. Попадает Торрент. Там еще Крест был потрачен. Далее. Цеплялик у нас Акса не получилось. Он находится под Муллайт Шадоу. Ну, и пока погибает только один Оракл. Далее. Загрилить Сибера. Получает Стрелу. Вейв. Неплохой реведж от Тайт Хантера. Однако, что после этого реведжа? Ничего. Пошел Экрепс от Луны. Все-таки, очень быстро сметают у нас Марфа. Погибает также Мирана. Агар от Акса. Тибер уже в Торвере. Дабл килл у нас от Луны. Ну, и сейчас надо добивать Акса. Добивать Акса. Акса не хватает чуть-чуть до Даггера. Ну, и поэтому он, конечно, здесь не успеет, не сможет его купить. Соответственно, это трипл килл для Луны и размен один в четыре. Вообще, в принципе, очень даже неплохо, но Лайфер здесь подрались. На самом деле, очень хороший Эклипс от Луны был. Пошел в Марфа. Марф был перекачен и получил по лицу очень даже стики не успел использовать. Не ожидал получения столько дэмэджа. Ну, и сейчас еще и Эншетов забрали. И сейчас мы увидим, что после этого замеса, конечно же, Луна набрала очень много. Есть у нее Драгон Лэнса, Аквила, ПТ-шка. Ну, и далее уже будем смотреть, что она будет собирать. Там же выбор, в принципе, достаточно большой. И уже приносит себе Яшу. Ну, конечно, Луна тут 11-й левел. Обгоняет она Марфа. Достаточно неплохо, потому что если вот посмотреть, да, Луна, например, у нее ПТ-Аквила, Яши, Драгон Лэнс, это как бы два таких артефакта. Можно сказать, не супер дорогих, но для начальной стадии игры они очень много делают. Драгон Лэнс вообще имеет очень хорошие статы. И вот там даже, ну, вы видели, что Миракл в миде, например, всякий там Пантом Лансером собирает, собирает Джиггернаутом, я видела, собирает Мипа, даже Мипа. Ну, то есть, точно, Драгон Лэнс, который артефакт, который, в принципе, для другого совершенно сделан. И очень хорошие статы дает. Здесь у нее уже имеется. А вот по поводу Марфа. А что у Марфа? У него 2000, конечно, на руках имеется, но у него Перса. Что это Перса? Ну, даже никакого артефакта, никакого статов она не дает. Однако Луна в миде погибает. Отличный подсейв от Шадоу Демона. Кунка пытается уйти. Это у нее получается. Это подгибается Монлайд Шадоу от Патмы. И... Ну, Шадоу Демон здесь должен, должен умирать. Умирает. Минус 2 у команды на Лайферс. Тайт Хантер приходит. 12 секунд до Реваги. Надо как-то это время тянуть, потому что если он ультанет по этим героям, здесь уже и Висп прокоцанный, и, в принципе, Акс не фулловый. Она как-то Висп, на самом деле, подхилял. Тимбер Сова также погибает. Даблкил от Морфлинга. Тимбер делает байбэк. Байбэк от Тимбера. Реведж есть. Реведж был по троим героям. Приходит Тимбер. Надо... Лучше бы ты Акса пилил. Против Стрэнджевиков уже гораздо лучше. Смотришься. Оракла бы добить. Нет, мы нести. А стики же имеются. Стики. Стики. На самом деле, возможно, стоило даже подраться его и попробовать Кунку убить. Но Патман пыталась сделать телепорт, и на самом деле не получилось у нее это сделать, потому что там слишком мало ХП. Допилили. Какой затяжной замес. Отличный торрент по двоим. Набирает превосходство на Стрэнджевиков и даблкилл от Тимбера. 13-10 становится счет с байбэками. С релокейтами и так далее. Обобще, неплохой, на самом деле, получился замес. И 3-3 с байбэком от Тимбера. Но до этого там... Секунду. Акс 1-4-3. Десятый левел. Давайте вот посравним хардлайнеров команд. Тайдхантер 0-4-7. Мы здесь убираете Мимеку. 11-й левел. И Акс 1-4-3. У него есть уже Блингдаггер. 11-й левел. Здесь половала, в принципе, все одинаково. И посмотрим, наконец, на графике. 2000 ноу-лайферс у нас впереди по экспириенсу. По золоту это около 1000. Вообще, 15-ая минута. И я бы не сказала, что кто-то слишком жестко лидирует. В данный момент команде нолайферс, как, на мой взгляд, личной, здесь проще именно 5 на 5 драться. Но пока, в принципе, дерутся тоже очень неплохо. И вот один из таких неплохих моментов, мобильность этих героев, позволяет им делать вот такие фраги. Луна слишком далеко вышла без всякого подсейва. Ну и сразу ее морф вместе с виспом уже наказывают. Притом, Луне никак нельзя умирать, так как она на данный момент находится на топ-1 позиции по надворцу. И, соответственно, за нее больше всего денег шокодают. Релокейт от виспом. На топ споймали Тимбера. Тимбер погибает. Вот, используют своего виспом. На самом деле, очень даже неплохо. Начальные какие-то смерти никак не влияют на последующие действия команд. Потому что, пока вы, как вы видите, на топе, на боте забрали Луну. Портум переместился на топ, забрали Тимбера. Кор-герои команды нолайферс погибают. И, возможно, это какой-то звоночек о том, чтобы попробовать бы подраться впятером. Да, есть герой Морф, который постоянно вместе с виспом будут пытаться сплитить и так далее. Но если они вот так вот будут по одному пытаться дейфить и ходить, мы увидим, что получается у них не очень хорошо. И вот я думаю, что они со мной согласны. Понимаете, что у них отличные ультимейты. Блин, непонятно куда. Ну и, конечно же, Акс здесь без шанса погибает. Она аквацейв подоракла. Что-то где он прячет Акса. Реверш. Реверш, на самом деле, так себе. Однако Акс погибает, погибает висп. Ну, двух героев забрали. Неплохо было бы, конечно, забрать еще оракла. Я, честно говоря, подумала, что за ним пошел кунка. Он его должен был уже не отпускать. Кунка собирает себе, кстати. Армлет. Ну, это для кунки, в принципе, стандартно для саппорта айтемы. Барабаны, армлет. В жирок. 15-12. Два фрага, получилось, сделали. Вот если бы еще оракла забрали, ну, всегда хочется большего. Реализовали. Не стали там хранить свои реведжи. Сейчас мека есть от Тайтхантера. Могут попробовать пойти вперед. Вот уже пошли иллюзии с Шадоу Демоном и Луной. Прилетаете до Морф. Морф 11 левел. Вместе с Виспом начинают убивать. Странно, что они выбрали, на самом деле, именно Тайтхантера. Эклипс от Луны не слишком удачный. Еще подсейвала от Шадоу Демона своего же. Но Мирана должна здесь отъезжать. Однако, нет, Мирана уходит. Тимбр будет пытаться ее добивать. Промахивается Чакраном. Тайтхантер все-таки умирает. Так. Пойду ли за Луной. У Луны, кстати, ничего не появилось с того самого момента, как я ее очень долго хвалила. У нее только вот рецепт Монта Стайла. Тимбр, который зачейзил. Честно, я уже даже убрала с его камеру, подумала, что он дальше не пойдет, потому что это глупо. Он остается один, атака. Он пошел. Видимо, уже не было никаких шансов у него там выжить. Вообще, странный был выбор. Они сразу-сразу стали нападать на Тайтхантера, у которого уже не было реведжи. Самый, в принципе, неприятный герой. В плане того, что он очень плотный. Ну, как раз с него начали. Ну, а теперь забрать Рошана. 15-15 становится счет. Появляется армлету Кунки. Пис приобретает себе медальку. И тот самый Аганим Намира, который очень многое дает. Даже несмотря на этот нерв, согласитесь, он очень много дамэджи вписывает. Морд, конечно, должен здесь забирать Оегис. Тимбер до сих пор будет Блудстоуна. Нет, неужели он не Морф? Решили отдать Оегис Блэку. Честно, я немножко даже удивилась в этом плане. Морфа в любом случае сложнее убить, но все равно. Если его зафокусят, то вот как в прошлый раз, его смерть под Эклипсом, с ним разобрались крайне быстро. Реведж есть в 11 левел. И решили команда Нололайферс пройти из смоков 5 на 5. Как я уже говорила, их сила как раз должна быть в замесе 5 на 5, потому что у них очень хорошие ультимейты. 13 секунд до Эклипса. Реведж имеется. Корабль, конечно же, также имеется. Сейчас они уже должны понимать, где находится команда Елаб. Главное, правильно напасть. Возможно, сразу сбрить какого-нибудь Оракла, Веспа. И вот если от них избавиться, то замес уже пройдет. Ну, Акс сделал вперед телепорт, его сразу подсейвил. Ой, как же все вышло не очень хорошо. Очень много всего было потрачено в Акс. Да, его добили. Однако сейчас и без Эклипса, и без Реведжа. Просто даже Весп выжил, что самое страшное. Неприятное скорее, потому что герой на самом деле достаточно легко убиваемый. Ну и теперь команда Нолайферс должна погибать без своих ультимейтов. Первым погибает Шадоу Демон. Если что, у Мирана у нас есть Аегис. Однако, посмотрите на развороте. Как же, черт возьми, Луна больно бьет с руки. И я не знаю, как на самом деле это вышло, но даже без своих ультимейтов команда Нолайферс замес выиграла. Притом, Мирана в себя тоже много достаточно дэмэджа впитала. У нее был еще и Аегис. Я думала, все будет хорошо. Однако, нет. Луна раздала и раздала. Она достаточно неплохо. 15 левел, Монта Стайл, 2000 золота есть сверху. Сейчас может себе позволить купить какую-нибудь... Ну, начать, по крайней мере, покупать, возможно, бабочку. Там вообще, в принципе, вариантов сборок масса. Может, через даже какой-то дэмэдж пойдет. Ну, бабочка, на самом деле, она и то, и то дает. И выживаемость, и дэмэдж, и так далее. Так, Хантер продолжает развлекать. Остался. Так себе фраг, на самом деле. 18-17 счет. Луна по-прежнему на первом месте по надворцу. Давайте посмотрим, что по графикам. И, в принципе, даже по графикам, сколько я не открываю, все время на Лайфрес немного, но ведут. По... А вот по золоту, на самом деле, тоже 2000. 2000 по золоту, 2000 по опыту. Игра очень равная. Хотя многие считали, что, ну, Лайфрес эту игру должны будут выиграть гораздо более уверенно. Пока, на самом деле, все не так-то просто. Все не так-то просто. Ну, Луна себе ничего не покупает, значит, скорее всего, это будет уже именно собирать себе деньги на бабочку. Оракл приобретает Мекку. Мека теперь есть в команде Ела. До этого была только у Тайдхантера, то есть в команде Лайфрес. Сейчас по Мекке имеется. Ну, для меня тут, на самом деле, мне очень нравятся командные айтемы, такие, которые дают Айору и так далее. Итак, Релокейт в Мин. Надо цеплять Тимбера. На самом деле, не знаю, почему Тимберс до этого еще не пытался вот так вот уйти, но что-то пошло, видимо, не так. Ну, в любом случае, Тимберс здесь погибает, и это значит, что вот у него только-только был Плутстоун, и он теряет первые заряды. Неприятно. Шадоу Демон находится в Инвизе, показывает ситуацию. Вот, как раз, было бы неплохо попробовать выйти на Оракла. Поставили в Вард, если в Сантре поставить будет обидно. Встречает здесь Луна из Эклипса, просто разрывает двоих. Ну, вот это, конечно, Инвиз от Шадоу Демона, который всю ситуацию разъедал, он просто вышел вперед. Эклипс, минус два. И она еще больше укрепляет свои позиции. Практически четыре тысячи на руках. Может себе БКБ Рэдкликом, например, купить. Этериал Блейд появляется у Марфа. Наконец-то тот самый артефакт, который переворачивает игры. Ну, и по крайней мере, должен это делать. Почему мне этот артефакт на самом деле нравится? Ну, давайте подумаем теоретически, кого сейчас можно быстро будет Марфа убивать. Конечно же, этот Шадоу Демон. Тысяча ХП, никакого, в принципе, эскейпа у этого героя нет. Обычно все-таки тратить он на луну, на подсейв, на создание иллюзий. Если сразу на него влетать, быстро его убивать, на самом деле, это очень даже неплохо. Ну, да и вообще любого героя. Но здесь подставился Кункевич. Кункевич, кстати, у него две тысячи сверху есть. Две двести. Четыре, один, четырнадцать. Армлет, барабаны. Не знаю, что ему можно еще дальше собрать. Я, честно говоря, думала, что он купит себе какой-то даггер, но, возможно, он бы уже его купил. Значит, это криты. Нет, честно, я уже видела и, несмотря на то, что это саппорт Кунка, различные сборки, могут они и криты собирать и так далее. висп, по-моему, прилетел. Нет, кстати. Так. Прилетает висп. Луна тут с Монта Стайлом. Так, притягивается к Аксо. Неужели уйдет? Да, не хватило. Не хватило урона. Луны добить виспакси достаточно странно. И, по идее, он должен был там умирать. ХП не так много. Но, ушел. Подсейвила его своя команда. 20-19 счет. Морф, кстати, потихоньку приближается уже к Нетворцу Луны. А вот дальше идет Мирана. Замейте, у нее 11 тысяч Нетворца. Тимбер отстает. Притом, если бы мы уже вначале говорили о том, что Тимбер стоит лайн лучше и так далее, потом Тимбер показал не лучшие результаты. В это время Морф забирает у нас Тайт Хантера и уже перемещает Луну на второе место. Первый раз, по-моему, на протяжении этой игры. Вначале не считается первые 5 минут, а не там Крипчиков, кто больше добил и так далее. А вот далее 10-4-4 пока Луны. И 8-2-6 Морфа. И сейчас байбэк от Тайт Хантера, Эклипс от Луны. Ну и пойдут ли дальше? Если не пойдут дальше, это будет супер обидно, потому что Тайт Хантер тупо байбэкнулся, потратил деньги и так далее. И потратили еще Эклипс от Луны. И в принципе не убили, просто потому что Оракл своего тиммейта подсейвил. Да и Акс, в принципе, он достаточно плотный. Даже продолжать замес просто никто не смог. В это время Морф даже ничего не... Просто стоял, не думал помогать своей команде. Сейчас встретит Кункевича и скорее всего тут Кунка в принципе даже без Виспа погибает. Очень быстро его разорвал с помощью Итариал Блейда. Итариал Блейда, да. Эклипса нет. Ревердж был потрачен. Потеряли шатток, демон и Кунку. Кунка забрал у нас Морф, ну и начинает кайтить. Начинает кайтить, надо добивать здесь, конечно же, Луну. Луну сбивает Морф. Мега Келл за 500 золота, минус 4 героя команды Ноу Лайферс, это просто Тим Вайп. Никого не потеряли команда Елап, и на самом деле, ну, как-то, честно говоря, вот здесь погиб Кунка в начале, а потом до этого был потрачен Эклипс. Пришел Тайт Хантер, уже не зацепили. Ну, не знаю, возможно, стоило просто перегруппироваться и пойти там подформить какие-то еще больше айтемы. Кстати, Луна-то приобрела себя Ганим, я не озвучила этот момент на самом деле. Морф. 3200 на руках. Ну, и в первый раз за, наверное, всю игру мы увидим, что 4000 Паупота уже лидирует команда Елап. и по золоту это 7000. Как быстро перевернул все этот замес. На самом деле, я бы сказала, что замес, ну, возможно, даже ключевой в этой игре. Но пока не стоит списывать со счетов команду Нолайферос, потому что все еще может поменяться, как только что поменялось у них. Дорошона остается буквально 1 минута и вот за него будет стычка. Реведж 50 секунд до реведжа, до Эклипса он уже практически имеется, но и вот драка за Рошана она должна быть ключевой, несмотря на то, что это, по-моему, только второй Рошан. Дабл дэмэдж еще для Марфа прям подарок такой. В Боттл БКБ приобретает себе Луна. Простите, БКБ приобретает Мирана себе. 3-2-11 и вот пойдем. 3-2-11 счет. Пойдем драться. Да, кстати, криты приобрел Кунка все-таки я была права. Но, честно говоря, не то, что... Это, на самом деле, достаточно ситуативный выбор. Вот, мне очень интересно ваше мнение. Если это саппорт, стоит ли тебе быть саппортом, либо дальше идти в какие-то вот такие айтемы, как Кунка. Потому что, например, возможно, стоило бы собрать какой-то форс-став. Возможно, неплохо посмотрелось. Даже, не знаю, может, какие-то айтемы на команду а-ля Владимира, который всегда... Так. В это время цепанули Луну. Опять Луна слишком далеко зашла. Она же играет против Марфа вместе с Виспом. Сейчас, скорее всего, и погибнет у нас здесь Тимбер. Прыгает Акс, Агар. Ну и, конечно, здесь без шансов Тимбер также отъезжает, теряет заряды, врывается Тимбер... Врывается, простите, Тайдхантер. Рэвеж был достаточно неплохой, но кто будет найти дэмэдж, когда твоя Луна и, в принципе, второй твой кор-герой это Тимбер находятся уже в таверне. Ничего тут уже не сделать. Тут стоит кулка со своими критами и думает, пацаны, я же все-таки саппорт. У меня еще не доедалось. Трипл килл от Экскалибуром на Морфе. Ну, что тут сказать. 2 за 30 счет и наформил свои слоты Морф. Ну и, в принципе, показал, чем этот герой силен. 13-2-10. Отличная игра от него, на самом деле. И еще хочется заметить, но Лайферс как-то играли немного нестабильно. Они сами не понимали, наверное, чего хотят. То, вроде бы, вот мы обсуждали с вами о том, что достаточно сильные замесы у них, хорошие ультимейты. Просто иди в пятером и делись. Нет, они подождали, пока у Морфа появятся айтемы. Фидели по одному на карте, играя против Веспа и Морфа с его релокейтом. С релокейтом. Конечно же, Веспа. Морфа облетает себе Бакаба. 7-5-9. Оракол. Ну и, честно говоря, тут у них уже достаточно сильно фиданули. не знаю, есть ли какие-то шансы пойти забрать Рошана. Возможно, драка на Рошане. Если когда-нибудь там рядом все команды ела бы стоять, чтобы луна как-то разультилась. Эклипс по всем. Ревальж хороший. Кунг и туда корабль. А то пока этого замеса нет. Сначала погибает один герой, потом погибает второй герой. Это все... Они не дерутся 5 на 5 никогда. Они дерутся уже в численном отставании от своего противника. Ну и Тимбер я бы отметила не очень хорошую игру этого игрока на самом деле, потому что Тимбер отыграл и Соло отдавался. Вот что это даже? Честно говоря, он столько раз в принципе Тимберчейн на мне попал, что последняя, скажем так, попытка смог выход на Рошана, однако Рошана здесь в принципе с коржей сами. Простите, Дайр с первой доты не отпускает. Дайр забрали и теперь уже нет никакого смысла драться на Рошане. Здесь еще какая-то шальная бы залетела. Воу, воу, воу. Кстати, на самом деле Эклип зашел Марфу очень больно. Он практически его убил, однако теперь находится Луна две минуты без Эклипса, Морф без БКБ, однако у Морфа до сих пор имеется Аегис. Реведж неплохой от Тайт Хантера, Оракла сразу же сбрили, Мунлайт Шадо от Мираны, Миран находится под БКБ, неплохой торрент по двоим и ой, как Тимбер сейчас разбелил, кстати, очень больно. Луна очень-очень каленая, ей надо уходить 150 ХП и промахивается Вейвом Морф, однако все равно Луну здесь добирают. Скалибур уже превосходит богов, именно ему достается этот фраг дабл килл, ну и далее надо просто допилить всех оставшихся. Тимбер погибает, Мирана Киринг Спри теперь на развороте. Так, Мирана может погибнуть? Нет, все-таки все-таки это good game well played забили Линкенсферу Морф спокойненько улетел, сейчас подхиляется, возможно тебе докупит что-нибудь. Что это там может быть? Может мант оставил даже какой-то. Скорее всего. Да, вот уже купил рецепт, отправляет курьера в секрет-шоп. Кстати, пушец остановили, однако он сейчас вернулся, что с ним будет делать Кунка, я понятия не имею, тем более Кунки подхиляться надо. Начинает избивать Тауэр, потому что Морф Тауэр ломает очень быстро, у него там конечно хватает урона и скорость атаки просто превосходная. Тауэр забрал и просто уходит. Мирана припитает себе Тревелла, приносит себе Манта-стайл Морфлинг, ну и теперь вперед заканчивать. Заканчивать. Подпушил топ Аракл. Не знаю, хорошая игра. Это по крайней мере, если прошлая игра, когда играли на Спауэррэнджерс против команды Фантастик 5 закончилась с отсчетом 26-5 и Фантастик 5 просто выиграли своих оппонентов по всем фронтам, то здесь же команда Нолайферс в начале играла, на самом деле более-менее все они делали, однако не смогли закончить проблему достаточно многих команд, когда сприм не знают, что делать со своим преимуществом, боятся немного идти вперед и так далее. Лотус Орб для Спа Тимбер приобретает себе Пайп. Все равно мне, я бы сказала, если бы я говорила, кто отыграл так себе, это как раз должен был Тимбер. Итак, в миде начинается замес, убивают достаточно быстро на Спа, наконец-то, размин, правда, на Тайтхантера, минус 2 у команды Илаб, Акс также погибает, но сейчас должен Морф идти вперед и раздавать, ну и Шадоу находится он, возможно, стоило бы попробовать рискнуть и убить Шадоу Демона, однако, побоялся, побоялся идти вперед, решил подождать с филкоманту, но на самом деле абсолютно верное решение. Мирана в это время разбирается у нас с Луной, вообще ничего не боится против всех оппонентов, прыгает, Блэк играет достаточно нагло, он тут превосходит богов, сейчас Морфинг просто стоит вс... сколько иллюзий, 24 левел, и на телепорте, к Скалебру уходит, нормально, 18, 2, 12, 4, 200 на руках у Морфинга, ну и теперь, я даже не знаю, подождет пока все рестнятся, как-то еще все время дерутся не позиции, вернулся, разобрался с Тибером, сколько у тебя там Тибер заряда, 4 заряда в Булдстоуне, релокеет от Респа, надо добивать Кункевича, Кункевич, кстати, достаточно плотный, прилетает еще сюда, Тайт Хантер подхилил Кунку Мека, однако Кунку это все равно не спасло и сам, он, конечно же, также погибает, ну и сейчас надо добирать вторую сторону, вообще, на самом деле, здесь можно было бы написать уже гудгейм, однако, ботбэк от Кунки и использует Глиф, пошел Торрент, корабль, удар, и, как так вышло-то, а? Как же больно, на самом деле, сейчас получил Морф, немного раньше стоило бы, наверное, прожать БКБ, однако, кстати, сторону даже не забрал, и все-таки еще отдал свой Стрикан, а Стрикан, между прочим, за 2000 золота достается у нас Шадоу Демону, потому что Демон прям сходу приобретает себе даггер, подарок свыше, ну, что-нибудь, сторона стоит, игра еще не закончена, а если вы знаете, Луна, ну, если она подходит к вражеской базе, ну, вообще, к твоей базе, товара она ломает очень быстро, да и вообще, в принципе, здание и трон в лучшем случае для Луны, конечно же, подождать Рошана, возможно, стоит. Атака от Кункевича на Оракла, проказ сбрить не получилось, но, честно говоря, скорее всего, здесь все-таки Оракл должен отъезжать, однако, релокейт от Виспа до перили Оракла, возможно, сейчас Висп тоже погибнет, ну, что, подзарядили, на самом деле, блустонщик для заряда блустон, для Тимбера, неплохо, подфидонили, подфидонили, расслабились, либо, наоборот, ну, лайфер с себя взяли, скажем так, в руки Мирана с Шивой, достаточно нестандартный выбор айтемов, ну, в принципе, Шива, честно говоря, я уже этот момент сегодня обсуждала, однако, если подфиксили так агоним сейчас, возможно, станут Мираны немного по-другому собирать, я ожидала уже увидеть, там, какие-то молнии, монтостайл, что-то в таком духе, ну, это уже, ну, короче, через дэмэдж, как дэмэдж дилера, однако нет, все-таки дэггер, Шива, хотя это Блэк, Блэк свое, возможно, видим не на игру, ну, посмотрим, это пока только вот начало, еще не все с фиксами, скажем так, смелись, не привыкли к некоторым, так что, возможно, мы еще увидим, Макс прыгает, в иллюзии, посмотрите, начинают избивать тавр, так, пойдут ли дальше, вообще, если нолайфер здесь отступит, им просто будет очень сложно потом что-то сделать, потому что Морф с Виспом будут постоянно ломать базу, возможно, им надо развести на драку, неплохой, достаточно, эклипс от Луны, разменяли пока Кунку на Акса, Байбэк от Акса, Мудлайшадо от Мираны, и далее Морф дерется против Луны, Муна здесь, конечно же, погибает, Висп притягивается к Морфу, будем следить за действием Морфа, дальше, с кем он будет расправляться, дабл килл от Морфа погибает Айдхантер, ну и сбить как-то телепорт Тимберу, телепорт Тимберу сбивается, это минус 5 от команды Елаб, но лайфер все в таверне, Тимвайб только с одним байбэком от Акса, отличный замес сейчас продемонстрирую, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,